Здравствуйте, дорогие друзья! Друзья, мы продолжаем цикл передач, посвященных Вселенским Соборам, организованных библейским порталом Экзегет и редакцией православного календаря «От Пасхи до Пасхи». И сегодня мы поговорим о Шестом Вселенском Соборе. Хотя и Четвертый Вселенский Собор, и Пятый Вселенский Собор занимался проблемой монофизитства и, в общем-то, сделал многое для того, чтобы монофизитство было искоренено. Но, тем не менее, все-таки монофизитство еще пускало свои корни и ветви. Таким новым побегом монофизитства, можно сказать, его разновидностью стала новая ересь моноэнергизма и монофилидства. То есть, одного действия и одной воли в Господе Иисусе Христе. Известный сборник творений неизвестного автора, подписанного именем святого Дионисия Арипагита, который, по крайней мере, стал известен в VI веке, занял важное место в христианской традиции. И, среди прочего, в тексте Ариапагитик встречается фраза «новое богомужное действие». Идеолог монофизитов, известнейший, самый, пожалуй, популярный среди монофизитов, среди деятелей монофизитства, Север Антиохийский, сознательно заменил в ней слово «новое» на «единое», обосновывая учение о едином действии единой природы Христа. И вот на этой основе уже православный патриарх Сергий Константинопольский создает новое учение моноэнергизма, соединив в этом своем новом учении православное учение о двух природах Господа Иисуса Христа, божественной и человеческой, с единым богомужным действием. Этот проект, который был создан патриархом Сергием, он был задуман как примеряющий между православными и монофизитами, некого компромисса. Но, естественно, так как это учение расходилось с учением православным, то оно встретило жесткий отпор от святых исповедников православной веры. Святителя Сафрония Иерусалимского, святителя Мартина Папы Римского и самый известный из них – это преподобный Максим Исповедник, которые вот это богомужное действие толковали вполне православно, как состоящее из двух разнородных действий – человеческой природы Христа и его божественной природы. Но, тем не менее, епископы-моноэнергисты и монофилиты, они заручались поддержкой императоров. И поэтому православные защитники истинной веры, в частности, тот же преподобный Максим Исповедник, терпели гонения от своих собратьев, православных христиан, впавших в эту ересь, и императоров. Также из разных соображений, оказывающих покровительство монофилитству. Вот как преподобный Астасий Синаид описывает предысторию созыва VI Вселенского собора. Император Ираклий, пишет он, считая, что совершает нечто великое, издал эдикт, запрещающий исповедовать во Христе одно или два действия. Таким образом, император Ираклий тоже хотел примирить две церковные группы. Узнав об этом, сторонники Севера, то есть монофизиты, стали просто насмехаться в харчевнях и банях над Кафолической церковью, говоря, «Халкидониты, недавно рассуждавшие панистарианские, протрезвели и обратились к истине, соединились с нами, признав учение об одном естестве Христа посредством учения об одном действии. Ныне же, признав первое полностью правильным, они отказались и от того, чтобы исповедовать одно или два действия во Христе». Слыша и видя все это, римский предстоятель Мартин, папа римский, не смог вынести такого бесстыдного поношения церкви, созвал в Риме собор из многих благочестивых епископов, который, опираясь на святоотеческие свидетельства, провозгласил два нераздельных действия Христа и две воли, божественную и человеческую. Затем скончался Ираклий, Мартин был отправлен в ссылку внукам Ираклия. Тогда случилось первое ужасно непоправимое поражение рамейского войска, я имею в виду кровопролитие при Гавифе. Далее произошло опустошение, обезлюдывание рамейской державы, но все это не прочувствовали владыки рамеев, и, послав за святочами римского собора, отрезали им языки, отсекали руки. Каково же было возмездие Божие, обрушившееся на нас за такое злодеяние? Опять же, полное уничтожение рамейского войска и опустошение. И это не прекращалось до тех пор, пока гонитель Мартина и преподобного Максима не погиб от меча в Сицилии, а сын его Константин, благочестивый, посредством Вселенского собора соединил святые церкви. Итак, 6-й Вселенский собор был созван в 681 году в Константинополе из более 150 архиереев стараниями императора Константина Паганата, то есть Продатова. На большей части заседания собора, который длился почти год, присутствовал сам император. И собор 6-й Вселенский, так же, как и 4-й Вселенский собор, был блестяще организован. Вначале 6-й Вселенский собор внимательно и подробно разобрал лжеучения еретиков-монофилитов, затем изложил православное учение, направленное против этого заблуждения. Изначально в составе собора были лица, которые горячо защищали монофилитское учение. Это был, прежде всего, антиохийский патриарх Макарий и константинопольский патриарх Георгий, который, впрочем, потом отошел от этой ереси. Но патриарх Макарий очень, так сказать, горячо защищал учения монофилитов. И вот собор провел значительную работу. Он не только опроверг еретические заявления патриарха Макария, но разобрал и осудил его многочисленные сочинения. Более того, соборам было четко доказано, что Макарий выдал за свидетельства, говорящие об одной воле Господа Иисуса Христа, те свидетельства, которые говорили об одной воле в Троице. А с другой стороны, свидетельства отеческие, говорящие о домостроительстве нашего спасения, были искажены Макарием и в смыслах, и в выражениях. На соборе состоялся открытый диспут между монахом Феофаном, защитником православия, и патриархом Макарием. Диспут начался с вопроса Феофана. Имел ли Иисус Христос человеческое хотение? Ну, Макарий на это ответил. Мы не допускаем человеческого хотения во Христе, а божественное хотение, то есть божественную волю, допускаем, при том без плоских пожеланий, человеческих помыслов. Тогда Феофан на это продолжил свой вопрос. Как вы понимаете плоские пожелания, человеческие помыслы, которые не признаете во Христе? Макарий отвечал. Плоские пожелания, человеческие помыслы принадлежат подобным нам людям, а во Христе их не было, и он их не имел. Феофан, конечно, согласился, что во Христе не было греховных помыслов, но заметил, что речь идет не о той человеческой воле во Христе, которая есть в человеке согрешившем, то есть греховной воле, но о той, которая была в Адаме до греха. Такую волю должен иметь Христос, так как он принял на себя полное человеческое естество. Но Макарий, конечно, понял, что это очень сильное возражение. И тогда он не захотел признавать в Адаме естественной человеческой воли до грехопадения. И на вопрос Феофана, имел ли Адам естественное хотение, Макарий отвечал. «Адам имел хотение самовластное и свободное, потому что до преступления он имел божественное хотение, желал того же, что и Бог». Но отцы собора на это просто воскликнули. Это просто нелепое богохуйство. Если Адам до падения имел божественное хотение, он был единосущен Богу. И хотение Адама было неизменяемым. Как же он тогда согрешил, если он был единосущен Богу? Тогда Феофан, конечно, прекрасно понимая, что Макарий, высказывая свое странное мнение о воле Адама до падения, тем самым хотел лишь избежать прямого ответа, который был бы невыгоден для монофилистского учения. Поэтому Феофан настойчиво спросил Макария. «Или согласись, что Адам имел естественное хотение, или отвергни это». Но Макарий, понимая, что прижат к стенке, упорствовал, не хотел ни согласиться, ни отвергнуть учения о человеческой воле Адама до его падения, и тем самым показал наглядно всю абсурдность ереси монофилистства. Ну, после этого Макарий был низложен и анафиматством. Во время этого собора рассматривали и других заблуждающихся учителей монофилистства, впрочем, их было не так много, но, тем не менее, среди них был даже некий такой вот иеромонах полихронии, такой вот местный псевдо-старец, имеющий множество поклонников и поклонниц. И полихроний, войдя в соборную палату, объявил, что он готов положить свое исповедание верно мертвеца и воскресить его. Тогда собор распорядился устроить на площади серебряный катафалк, на котором действительно был усопший. В присутствии множество народа, и прежде всего это были поклонники и поклонницы полихрония, последний положил на труп свое юридическое исповедание, стал нашептывать мертвецу на ухо. Проходили минуты, часы. Наконец, юридик признался, не сможет он воскресить умершего. Ну, тогда недавние последователи полихрония воскрикнули анафема новому Симону Волхву. Собор вернулся в палату и провозгласил. После того, как полихроний, составив богохульную хартью, не устыдился сказать, чтобы положить его на мертвеца, мы уже предали его в душе анафеме. Но для удостоверения христолюбивых народов, из которых очень много обольщали и он, и его единомышленники, мы дозволили, чтобы совершилась эта несбыточная затея. Ну и, конечно, мы постановляем, чтобы он, как обольститель народа и явный ретик, лишен был всякого священного чина и священнослужения. Вот в основу вероопределения VI Вселенского Собора, кроме писаний отцов прежних и учителей, легли два богословских творения VII века, окружное послание стителя Сафронии Иерусалимского и послание римского папы Агафона. И вот орос VI Вселенского Собора заключался в том, что святые отцы провозгласили во Христе два естественных хотения или воли нераздельно, неизменно, неразлучно, неслитно. И две естественные воли, непротивоположные, да не будет, но человеческая воля не противоречит или противоборствует, а подчиняется божественной и всемогущей воле. И соединение двух воли и двух действий во Христе Собор провозгласил темы же самыми терминами, как и соединение двух природ во Христе, то есть нераздельно, неизменно, неразлучно и неслитно. Чтение ороса вызвало общую радость, истинно торжествует, ложь неиспровергнута. Воскресали архиереями, эти с императором и высшими сановниками, прекрасно организовавшими этот собор. И обратился со своим словом к собору сам император. После этого, называя главной причиной собора попечения об истинной вере, он говорил, что «Богов свидетелей призылаю пред вашим святым и вселенским собором, чтобы и всякой приязни или неприязни мое первое желание и забота состояло в том, чтобы наша христианская непорочная вера была безукоризнена, чтобы мы сохраняли ее с постоянством во имя Бога, по учению и преданию, переданную нам через Евангелие святых апостолов, через изложение пяти святых вселенских соборов и святых славных отцов». А затем император предупредил отцов собора, что если они имеют какие-либо сомнения относительно соборного суждения, должны их высказать. Потому что, заключил он, мы будем судиться там, на страшном судище Божьем, если кто-нибудь из вас что-то, так сказать, не сказал, что должен был сказать. Но отцы собора воскликнули едиными устами, что они полностью согласны с соборным определением, ничего не добавить, не убавить не желают, и, обратившись к императору, восклицали, «Приложи к нашим определениям печать, подтверди все это высочайшими диктами, чтобы никто не противоречил сделанному нами и не поднимал уже нового вопроса». И святой Константин, поблагодарив отцов за понесенные труды, сказал, что «хотя ваше преподобие и благочестие без сомнения утомились от дальнего путешествия и продолжительного пребывания здесь, но кроме воздаяния от верховного правосудия оно получит достойную награду и от нашего царства за то, что по уничтожению разногласия многих, заблудившихся относительно православной веры, все мы единогласно, единомысленно сошлись в одном и том же исповедании, уповая получить от щедрого Бога истинное и скорое спасение с иступлением Святой Непорочной Богородицы и вашей святости». На этом собор был закончен. Что касается деяний Шестого Вселенского Собора, то, к сожалению, почти все экземпляры греческого текста были уничтожены. В 711 году один лишь экземпляр уцелел, сохраненный архидиактным агафоном, который лично присутствовал на соборе в качестве чтеца и нотария. И вот благодаря агафону все-таки акты собора были восстановлены. Кроме того, существует и древняя латинская редакция текста деяний. Поэтому мы все же обладаем достаточно полным и пространным текстом деяний Шестого Вселенского Собора. Ну и два слова я скажу о так называемом Трульском Соборе. Хотя Шестой Вселенский Собор проходил в Трульской зале, то есть зале со сводами императорского дворца, но он не называется Трульским, а Трульским стал называться Собор, прошедший через 10 лет в 691 году. И этот Собор занимался не выработкой каких-то догматических положений, а каноническими правилами по той причине, что ни Пятый, ни Шестой Вселенские Соборы не выпустили, не издали канонических правил. И вот это некое неустройство было восполнено Трульским Собором, который называется либо продолжением Шестого Вселенского Собора, либо Пятым-Шестым Собором, либо Трульским Собором. Этот Собор также приравнен к Вселенским Соборам. Трульский Собор принял 102 достаточно важных и имеющих значение для церкви канонов по разнообразным поводам и касающихся разнообразных вопросов. Дорогие друзья, на этом мы закончим сегодняшнее постование о Шестом Вселенском Соборе. И в следующий раз будем говорить о последнем Вселенском Соборе, Седьмом, который, ну, можно сказать, увенчал и обличил все предыдущие, так сказать, ереси. Но об этом мы поговорим в следующий раз. Спасибо за внимание.